Музыка Если не устраивает жизнь, ее пора менять. По такому принципу предпочитают действовать все больше соянцев, отправляясь в поисках лучшей доли в другие города, области и регионы страны. Актуальной стала и программа Центра занятости по оказанию финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и переселении в другую местность с целью трудоустройства. Гражданин, который желает переехать в другую местность, он получает субсидию с областного бюджета, заключает трудовой договор в другом городе, в другой местности, трудоустраиваясь на рабочее место, временно или постоянно. В течение трех месяцев он снимает жилое помещение. Жилое помещение из расчета 550 рублей в сутки, то есть это в течение месяца получается где-то около 16500, умножается на 3 месяца. В этом случае субсидия из областного бюджета составляет где-то около 50000. Ну и плюс в обязательном случае к найму жилого помещения срочный трудовой договор не менее чем на 3 месяца. Плюс проезд, то есть это оплачивается дорога туда и обратно. На сегодняшний день это мероприятие востребовано, спрашивают безработные граждане, интересуются. Сегодня с развитием интернет-технологий найти достойную работу весьма просто, отмечает специалист. Главное, чтобы сам соискатель был мобилен и готов к переменам. Все грамотные, все работают с интернетом. Портал «Работа в России», куда сам гражданин может зайти, поискать работу в другой местности, найти ее, пройти собеседование по скайпу с работодателем, обозначив все требования работодателя к вакансии и к работнику уровень квалификации, предоставляемый соцпакет, он может принять решение и рассмотреть вопрос переезда, получив субсидию из областного бюджета. В основном Саянск покидает молодежь в возрасте до 35 лет. На сегодняшний день у нас два переезда уже обозначены, то есть один уже завершил в апреле месяце. Безработный гражданин, который переехал у нас в Иркутск с апреля месяца, она на сегодняшний день уже получила субсидию из областного бюджета в размере 52 тысяч. Предоставив документы, срочный трудовой договор и договор найма жилого помещения. На сегодняшний день у нее трудовой договор пролонгирован, она осталась на прежнем рабочем месте, естественно, и решив вопрос с жилым помещением. Уезжают с семьями, то есть интересуются. Вот на сегодняшний день рассматривается, к нам обратилась молодая семья, которая желает переехать в Подмосковье. Но, к сожалению, их затраты в любом случае будут более чем эти 50 тысяч. Но если рассматривать на каждого члена семьи, то это тоже хорошая материальная поддержка. Кстати, россиянам довольно часто приходится менять место жительства ради работы. По данным статистики, каждый восьмой житель нашей страны хотя бы раз в жизни планировал менять город или регион ради любимого дела. Депрессивные регионы люди покидают чаще. Только Саянск в минувшем году покинули порядка 600 человек трудоспособного возраста. В последнее время Саянсы, самостоятельно решившие трудоустроиться и освоиться в крупном населенном пункте, предпочитают осваивать Санкт-Петербург, едут в Крым и Москву. Переезд у нас, вот по данному программе, по переезду у нас Красноярск, Новосибирск, Иркутск. Три города, которые более интересны для наших безработных граждан. Для получения финансовой поддержки необходимо обратиться в Центр занятости населения и получить статус безработного. Далее происходит поиск работы, согласование трудоустройства с работодателем в другом городе. Вы в заявлении указываете, что рассматриваете вопрос переезда. И мы это указываем, когда проводим профилирование с вами. То есть, ваше желание устроиться либо в нашей местности на территории нашего города, либо в другой местности. Мы однозначно указываем. И когда мы такую галочку, так уже скажу, обозначаем вашу позицию, да, мы обозначаем ее и в вашей личной карте персонифицированного учета. В данном случае, если у вас есть желание, то согласно вашего желания мы указываем и ваше резюме размещаем на сайте. Вот. И обозначив свою позицию по переезду, соответственно, когда вы признаетесь безработными, вы рассматриваете вопрос с работодателем. Заключаете с ним срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор, что вы с 1 числа приступаете, допустим, с 1 декабря вы приступаете на новое место работы. Значит, 30-го числа вы уже переезжаете туда, так? Вот этот проезд туда и обратно, туда, это на трудоустройство и обратно по истечении трех месяцев. Предоставляя вот эти документы проездные, то есть туда и обратно, и плюс договор найма жилого помещения за три месяца. Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо тщательно подойти к сбору документов. К работодателю, которому вы трудоустраиваетесь, мы однозначно его регистрируем в своей базе вакансий. База работодателей, которая есть. Значит, мы определяем, куда вы едете и выписываем вам направление, что вы едете в город Красноярск, допустим, компания ООО, там, Тептроил или еще. То есть в этом случае однозначно мы указываем работодателя, куда даем вам направление на трудоустройство. Но прежде собираем все сведения работодателей. Мы не просто вас направляли к ИПСИ, Дорогу или Ливанову. Тут однозначно по базе данных налоговой мы смотрим, есть в действительности такой работодатель или нет. И продолжает он свою деятельность. Кардинально изменить жизнь, место работы и жительства еще совсем недавно многие сограждане воспринимали такие меры, как крайние, да и покидать насиженное место и любимый город без стресса невозможно. Однако экономическая ситуация в стране нередко не оставляет людям выбора. Потому не ждать у моря погоды, искать подходящие варианты достойного заработка в других городах и регионах сегодня становится оптимальным вариантом для многих семей. Субтитры создавал DimaTorzok